друзья всем привет я только проснулась сейчас утро субботы решила и подумала снять влог потому что очень долго не было меня с моими видео и возможно вам этот лог будет интересен но это не точно сегодня я еду косметологу первый раз своей жизни она будет делать мне по моему биоревитализацию или это называется как-то иначе я в этом не разбираюсь и поэтому точно сказать не могу но расскажу точнее когда выйду от нее и пойму что она со мной сделала сейчас время около 10 утра мне нужно ехать на бабушкинскую к 12 в общем то наверное скоро мне нужно будет выходить чтобы не опоздать хотя есть ощущение что я сдамся и поеду на такси я не пешком что еще сегодня по плану по плану еще сегодня приготовить еду серёжа попросил плов но перед тем как готовить еду нужно будет заехать магазин купить ингредиенты и приготовить его никогда в жизни не готовила плов настоящий узбекский плов сегодня будет у нас эксперимент так что давайте начнем этот день что происходит с теми кто пришел на биоревитализацию сначала они лежат примерно 40 минут в эстетике и смотрят какую-то дичь на первом друзья если когда-то вам было интересно как выглядит человек после того как ему кололи лицо то примерно вот так конечно телефон нифига не передает того что происходит сейчас у меня на лице но выгляжу я хуже чем обычно скажу честно еще не заморозили все лицом положили заморозку на все лицо и это очень странное ощущение поэтому я очень странно сейчас говорю вот вы знаете когда замораживают челюсть рот десну когда удаляют зуб или что-то зубами делают представьте что у вас заморожено все лицо а знаете что самое веселое что я сейчас такая поеду в ашан потому что мне нужно купить продукты хочу вам показать как выглядит моя кожа после биоревитализации она все таких наверное видно маленьких красненьких проколах я пока ехала в такси домой шутила с мамой что я как пупырка которую можно лопать которые оборачивают все дорогие вещи в общем вот эти вот вот это и вот вот эти вот 4 пятнышка это мои это не от биоревитализации меня немножечко расстраивает этот синячок он конечно очень маленький но он есть и я хотел вам рассказать по поводу глаз естественно я пошла косметологу сделала биоревитализацию но моим первоначальным посылом первоначальным желанием было сделать коррекцию вот этой зоны чтобы не так были видны и мешки под глазами у меня это больная тема как вы знаете и косметолог по телефону еще когда я скинул ей свою фотографию сказал мне что скорее всего придется делать мезонить и только потом возможно еще придется вколоть какой-то гель то есть короче говоря это получалось все не так просто как мне это представлялось естественно это было и дороже это было намного травматичнее потому что вставление мезонити это достаточно болезненная процедура плюс после нее еще остаются синячки которые долго заживают ну на мне вообще все долго заживает соответственно мне не заживали бы недели две естественно я расстроилась как бы я понимала что наверняка я это все равно сделаю просто на это нужно было немножко больше денег на это набрать нужно было немножко все-таки времени подождать чтобы я Я настроилась на это дело, потому что все-таки это реально намного сложнее, чем я думала. Сегодня же я у нее когда была, она сказала, что вот здесь, вот прям по краю моих, собственно, мешков, проколола мне не тот препарат, которым обкалывало все лицо, а вот что-то другое в маленьком количестве. И сказала посмотреть где-то через 5 дней, как себя будет вести эта зона. Если будет какой-то эффект заметный, то она сказала, что получится обойтись без мезонитий, и в следующий раз, когда я к ней приду, мы полноценное количество этого препарата вколем здесь под глаза, и это все выровняется. Да, так что я на самом деле очень надеюсь, что оно правда подействует, что вот это все дело разгладится, и можно будет обойтись без мезонитий, которые вообще мне все это всегда очень страшно делают. Даже сегодня вот эта вот процедура для меня, ну мне было страшновато на нее идти, мне страшновато сейчас на себя смотреть, потому что я не представляю, когда это все пройдет, как это все долго будет проходить, ну то есть мне не очень комфортно. И, кстати, я, наверное, не упомянула еще нигде, я себе колола никакой не ботокс, ни еще что-то, это была просто гиалуроновая кислота с витаминами, то есть это просто питательное вещество, которое вкалывают под кожу, и она просто питает кожу, и все это я сделала потому, что, как я вам рассказывала, у меня примерно месяц назад с кожей случился полный ахтунг, я не знаю, что это было, на что это была реакция, у меня получилось избавиться от многих воспалений, но, естественно, я пользовалась средствами, которые пересушивают кожу, и по итогу я осталась с тем, что, во-первых, у меня достаточно много пятнышек от акне есть, это раз, два, кожа моя, она не изменила свой тип, она все равно в той зоне осталась жирной, и три, она во многих местах была сильно пересушена, причем даже в тех местах, где я ничего не использовала, она была так дико пересушена, что абсолютно все тональные крема перестали мне подходить, все имеющиеся у меня тональники подчеркивали сухость, либо жирнились, в общем, лежали просто отвратительно, я просто начала так сильно расстраиваться, я поняла, что своими уже силами, просто обычными кремами и скрабами, я не справлюсь со своей кожей, с этой ситуацией, мне нужно реально сходить к косметологу, получить какую-то профессиональную помощь, профессиональную процедуру, потому что, ну, иначе это просто уже у меня не было никаких сил, никакого терпения, потому что, когда я, наконец-то, избавилась от прыщей и радовалась этому, вся эта радость как-то, знаете, немножечко уходила и угасала, просто потому что все равно кожа моя выглядела не очень хорошо, да, без прыщей, зато вся шелушится, и при этом и жирнится, и тональник любой на ней все же смотрится, он ужасно, поэтому, да, поэтому я сходила к косметологу, вколола сегодня себе все вот эти дела, не знаю, замечу ли я какой-то эффект, по идее, просто кожа должна быть более свежей, вот эти вот пятнышки должны побледнеть, перестать, должна кожа шелушиться так сильно, в общем, посмотрим, и посмотрим, как будут мои ножки под глазами себя вести. В общем, я специально села перед зеркалом, уже со своим этим белым ярким светом, чтобы вы видели, как выглядит моя кожа, мне сказали не пугаться, я уже всем знакомым, кто был у косметолога, скинула свои фотки, мне сказали, что все абсолютно нормально, реакции никакой нет, то есть у всех постоянное состояние после биоревитализации, состояние кожи постоянно вот именно такое, вот, соответственно, оно должно пройти где-то через, там, пару-тройку дней, соответственно, в середине следующей недели я буду в порядке. Ну что, друзья, наконец-то я вернулась от косметолога, естественно, поехала я к нему на такси, к ней, потому что мне было очень лениво ехать на метро обратно, я тем более поехала на такси, потому что с таким лицом ехать в метро мне было бы, мне бы не хотелось, и на самом деле не потому, что я так выгляжу, а потому что в метро куча всякой такой, всего такого, и кожа у меня обколота, и мне очень хотелось заходить в такие антисанитарные места. Да, я сходила в Ашан, купила продуктов, и сейчас я перекушу, потому что я весь день ничего не ела, кроме завтрака, а перекушу и буду убираться и готовить. Так что, если вам интересно, давайте приготовим вместе что-нибудь, и уберемся у меня в квартире. Ребята, я еще хотела поделиться с вами своей большой, на самом деле, радостью, представляете, из-за того, что я выкладывала в Инстаграм фотографии своих глаз, ну, как вы знаете, я выкладываю в Инстаграм, а если не подписаны, то можно подписаться, потому что в Инстаграме я выкладываю фотографии глаз крупным планом, естественно, там они накрашены, я пишу, чем были накрашены глаза, что я использовала в макияже, и, естественно, я отмечаю все марки, которые я использовала, как на фотографиях, так и в описании фотографии. Так вот, я достаточно часто использую фирму Essence, и вы представляете, глобальный аккаунт, то есть немецкий, прислал мне подарок за то, что я делала фотографии, это так приятно, сейчас я вам хочу просто показать, что здесь есть, это такая коробочка очень thank you, что больше всего меня тронуло, так это вот эта карточка, на которой тоже написано thank you, и на ней написано следующее. Представляете, и сердечко здесь еще такое милое, это так клево получить подписанное от руки, вот такую вот карточку, не знаю, я прям очень была тронута, в общем, from Essence with Love, дальше тут немножко про бренд, и немножечко новинок, я так, мне кажется, представляю себе, что это под Новый год какие-то продукты были выпущены, их здесь всего 4, вот вся коробочка, значит, самое большое, что здесь есть, это косметичка, вот такая, в общем, достаточно вместительная, можно брать с собой в отпуск, далее здесь есть кисть, она синтетическая, я ее уже, естественно, помасывала, в инстаграм сфоткала, хочу вам показать, да, сделать одной рукой это достаточно тяжело, теперь я понимаю всех блогеров, которые ведут себя как курицы, пока снимают одной рукой, вот такая вот синтетическая кисточка, не фокусируется у меня в фотоаппарат, ну, короче говоря, вы поняли, как она выглядит, скошена, ей, в принципе, много чего можно делать, видео покажу наверняка в ближайшее время, но, естественно, как вы понимаете, не сегодня, потому что сегодня видео я снимать не смогу, зато буду редактировать видео, которое сняла предварительно, также тут есть, я думала, что это помада, она такая очень клевая, не знаю, видно или нет, вот, вот так видно, наверное, вот, тут куча блесток, остается понять, это напыление или реально внутри этой штуки прям как бы запаяны блестки, я думала, что это помада, но на самом деле, если внимательно посмотреть на упаковку, это вот, липстик топпер, вы знаете, что тема топперов сейчас популярна, я думаю, вот, Essence тоже такую штучку сделали, и самое, что вообще для меня, самое exciting, короче говоря, это вот такая вот палетка теней, Be My Highlight называется, мне кажется, что их можно спокойно использовать и как хайлайтеры, выглядит она вот так, сейчас я сниму вот эту пластиковую штуку, тут, в общем-то, вот такие цвета, самый, вот этот вот голубенький, ниже него розовый, справа от розового немножечко зеленоватый оттенок, просто сейчас в зеркале этого не видно, точнее, на камере не видно, и справа наверху такой бело-серебристый цвет, и мне кажется, их можно использовать и как хайлайтеры, и как тени, и что самое прикольное, знаете, что мне напоминает эта палетка, она мне напоминает палетку от Kat Von D, где тоже есть четыре таких светлых оттенка, но они типа holographic, вот мне кажется, это очень похожая идея, и я безумно вообще взбудоражена вот этой палеткой, очень хочу с ней сделать какой-нибудь макияж, вот, так что наверняка в видео вы скоро ее увидите. Да, поэтому, блин, ребят, на самом деле это очень приятно, когда ты ничего не ждешь, ты просто выкладываешь фото, и бренд тебя так благодарит, причем не российское, не российский офис, а глобально немецкий, это прям было супер приятно, так что хотела вас поделиться своей радостью. Ребята, это же огонь, посмотрите, просто, реально, это все-таки то, что я думала, точно похоже на палетку Kat Von D, блин, а, в общем, если вы заинтересованы, палетка выглядит вот так, не знаю, продается ли она у нас, мне кажется, что пока нет, но скоро будет, наверняка. Просто посмотрите, получается, вот этот первый, это вот этот цвет, дальше второй такой розоватый, сейчас покажу, вот этот вот второй, это вот этот оттенок, далее зеленоватый, это вот этот, и последний фиолетовый, это вот этот, который кажется розовым, на самом деле он фиолетовый, и либо ядотоник. Уху! И, да, липтопер, он реально все-таки с блестками, если у меня когда-нибудь сфокусируется фотоаппарат. То есть он не серебристый, с напылением из блесток, а он прямо у него внутри блестки. Блин, ребята, это огонь! Блин, ребята, это огонь! Блин, ребята, это огонь! Ни на нем не будет, ни ухода и на ответсеть! Продолжение следует... 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 салата айсберга, это будет салат в него я добавлю айсберг а дальше батат, я возьму один одну штуку, потом нут халуми также я туда добавлю тыквенные семечки обычные семечки и полью это все очень вкусной штукой, которую мы с Сережей когда ездили в Брецию купили это вот такая вот в общем, эта штука похожа на бальзамический соус салат 5 . 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 Продолжение следует... Итак, батат с нутом в духовке Будут минут 20 примерно Плов все еще тушится Пока смешаю все остальное То есть сало с семечками И сейчас все поджарю халуми Сейчас смотрела, проверяла готовность Пока не готова, но примерно вот так это выглядит Я полила немножечко оливковым маслом Посыпала красным перцем острым И солью, и черным обычным перцем Еще минут 10 надо этому делу В духовке побыть И будет готовый салат Сюда я добавила рис Снова добавила водой Поставила на максимальную огню И сейчас только всю воду Рис должен всегда влезать Затем добавлю чеснок И там основной чем-то он будет вкусить А он бездаконный Ну давай Да, вкусно Хочешь попробовать? Нет Батат, нут, салат, халуми Семечки Минзамический соус Вот это тоже наверняка очень вкусно Ну что, ребята Я очень белая Ужин был просто огонь Я всем рекомендую этот салат Он правда очень вкусный Сережа его тоже ел Ему очень понравился Плов ему, слава богу, понравился Я не пробовала, так как не ела мясо Но очень надеюсь, что он не слугавил в этом моменте Мы сейчас садимся смотреть какой-то новый сериал Называется «Острые козырьки», по-моему Так что, наверное, я с вами буду прощаться Надеюсь, вам был интересен этот рандомный влог Непонятно откуда взявшиеся видео Но это мое маленькое оправдание Или, в общем, маленькое плюс один За то, что меня так долго не было с моими бьюти-видео И спасибо вам, кстати, всем огромное Кто подписался в моем последнем видео про Wet n Wild Спасибо вам всем, кто отписался, что очень ждали от меня видео Что очень рады моему возвращению Это безумно приятно Это греет мое сердце Я очень рада, что вы у меня такие есть Что мы с вами вместе можем общаться Это прям супер круто Прям безумно Спасибо вам, ребята И давайте прощаться Увидимся с вами в каком-нибудь видео про косметику Всем пока и клявых выходных Субтитры сделал DimaTorzok